Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Silent Hill Downpour. Мы все так же пытаемся добраться до пирса, на котором стоит лодка DJ Rix. В предыдущей серии мы попытались это сделать, но Silent Hill нас так просто не отпустил. То есть постоянно находились какие-то сайд-квесты, которые очень нас задерживали, но в результате я все-таки полна решимости двигаться вперед, не останавливаясь перед сайд-квестами, потому что они для нас не так уж и важны. Сайд-квесты это все-таки сайд-квесты, то есть сторонние, они возможно где-то интересны, где-то нет, но к основной сюжетной линии они большого отношения не имеют, поэтому заморачиваться на них особо не стоит. Так, там у нас очередная бабайка, а нам нужно, нам нужно через мост и куда-то вот к этим пирсам попасть, вот куда-то сюда, наверное. Поэтому постараемся, особо не встревая в бои, потому что оно того явно не стоит, попытаемся найти то, что нам нужно. Вот эта дорога, я думаю, у нас прямиком на мост выведет, нет? Я что-то как-то довольно-таки криво посмотрел на карту и не запомнил. Так, это мост? Да, это мост. Я надеюсь, на нем никаких заторов нет. С мягким знаком, как говорится. Так, я смогу как-нибудь, я не знаю. Перебрался. У нас один такой. Хотя, может, рычаг нам поможет. Угу, отлично. Очень напоминает первый Сайлент Хилл. Что-то я еще помню, как неудивительно. Что-то подобрал. Видимо, опять что-то для очередного сайд-квеста. Так, ладно, побежали. Первый Сайлент Хилл я играл, если не соврать, ну, где-то, наверное, лет 12 назад. И все равно помню, что там был момент с разводным мостом. Офигеть. И он примерно так же решался, только там еще, чтобы поднять мост, по-моему, нужно было поломать голову. Не просто дернуть рычаг. Амброз, амброзия. Так, очередная дверь. Ну, давайте заглянем, че уж. Если я просто пройду мимо, я думаю, многие будут недовольны. Но если сейчас опять выйдет какой-нибудь квест, что сбегай там в другую половину города, то я, честно говоря, обижусь на кого-нибудь. Вот если простой, как тот дом с поведением, то это будет крайне хорошо, на мой взгляд. Дома есть кто? Цветы. Так, это че? Зажигалка опять? У меня есть уже зажигалка. Уже третья зажигалка у меня сует. Давайте возьмем. Может, тут какой-нибудь скрипт от этого запустится. Так, продолжаем. Наследует первый этаж. Что? Тихо. Что с этой картиной? А что с этой картиной? Что-то изменилось? Не ненавижу эти приколы с зеркалами. Так. Нам, я думаю, нужно определить какие-нибудь несоответствия между картиной и ее отражением. Допустим, нет, с этим нормально все. Ага, вот это не горит. Блин, ну эти звуки раздражают, надо сказать. Так, что еще? Будет все в порядке, нет? Так, телевизор включен. Вернее, выключен. А, все, понял. Тихо. Только давай отсюда, девочка, пускай из звонка не лезет. Ладно, ребят. Это что еще за приколы? Ага. Какие уроды. Че? Че теперь? Я вот раз даже не услышал каких-либо колебаний там, чтобы что-то изменилось. Нет. Ой, блин, вот я вздрогнул. Я сначала подумал, что за движение на заднем плане. А потом понял, что за мной стоит тварь. И она сейчас на меня прыгнет. Так, ну что мне это дает-то? Ну так-то вроде все в порядке. Я не знаю. Ага, свечка горит. Да ёбкарный. Ну что ж еще ты повисла, что ли? Ага. Супер. Блин, эта игра меня радует своей оптимизацией. Просто шикарно, по-моему. Так, ладно. В такие моменты, когда нужно вздрагивать именно от того, что, блин, зеркало резко так разрушилось. Игра тупо виснет и, блин, рушит весь момент. Ну что за херня, извиняюсь. Патроны, это, конечно, хорошо. Отечки тоже неплохо. Но стоило, да, того. Стоило, конечно. Был веселый. Так, Саленхилл, психиатрическая лечебница. Пациент Мелоум. 76-го года рождения. Литов Бердей. Этот пациент молодой... Молодая девушка. Кавказской внешности. Ну, то есть, кавказская внешность, это не значит, что вот именно вот там с Кавказа. Кавказская внешность, это практически все европеоиды обладают. Так что не думайте. Возраст 20. Хорошее физическое здоровье. Так, ладно, что хочешь-то? Короче, у нее шизофрения. И, похоже, вот это вот все, это была ее комната. Ёкарни бабай. Офигеть. Я что-то второй раз просто, ну, натурально, я в первый раз и у меня аж я вздрогнул, а второй раз просто мурашки-то будем пробежать, когда я понял, что это такое тут. Твою мать. Что ж это творится-то? Ой, что ж это творится, бабоньки? Слушай, какой кошмар, бляха и муха. Этот дом пока что самый жуткий из тех, что был. Так, ладно, как бы там ни было отсюда, пора выбираться. Как говорится, прости, но было весело. Временами страшно. Ну что ж, не зря зашли. Вот такие вот, кстати, квесты, они интересны. Когда они приходятся бегать там, по всему городу, искать какие-то свечи, какие-то картины. Это же бред, по-моему, это неинтересно. А вот типа дома с привидениями или вот это вот, ну это тоже дом с привидениями. Ну та семья, короче говоря, вот это вот было интересно. Там, когда я крутил пластинку в обратную сторону, что-то происходило. А вот эти вот свечки, ну это же, по-моему, просто ужасно скучно. Каждому свое, как говорится. Ой, два Петровича. Мелочуги нет, пацаны. Шланги горят, да? Так, ладно. Мы идем в метро. Я не думаю, что в метро нас ждет что-то хорошее. Так, не думаю, что нас ждет и что-то плохое. Бомжу-то тому мы так ничего и не дали, поэтому это у нас не откроется. Этот темный туманный, я понял, что это такое, это просто разработчикам было лень рисовать конец уровня. И поэтому они сделали вот такую фишку. То есть ты подходишь к этому туману и появляешься в другом, таком же тумане, в другом конце карты. То есть это не такая не мистика, это просто попытка скрыть технические обрехи. такие порталы местные. Добрый день. Так, это твоя лодка, нет? А, вот эта, наверное, твоя лодка. Шо? О, неплохой такой катер. Тихий океан не пересечешь, но по речке поплавать за милую душу. Ну что, мы покидаем этот город? Он мне, честно говоря, уже надоел. Да, пришлось нам тут повозиться. Поплываем прямо в рассвет. Ну ты-то тут откуда взялась? Да ты издеваешься надо мной. Ты и правда думал, что так все закончится? После всего, через мы... Через что мы прошли? Думаешь, что возвращение в тюрьму, это все на чем? Все, что стоит, короче говоря. Мы свободны. Другого берега достигнем, ты пойдешь в одну сторону, я в другую. У нас незаконченное дело, у тебя и у меня. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Да мне без разницы. Я ни за что сюда не вернусь. Это не просьба была. Мы же через ад прошли. Ты что, не видела? Ты думала, это было случайно? Просто совпадение? Этот город, он знает меня. Он мне кое-что показал. Он хочет, чтобы я закончила это. Ты понимаешь? Он нас не отпустит, пока мы не закончим то, что мы начали. То, что ты начал. Я говорю тебе, назад я не пойду. Можешь меня пристрелить. Ладно. Ладно. Ну ладно. Как дела, Мерф? Скоро нас покидаешь? Что нужно, Сьюилл? Ты же не думал уехать, не отплатив, не верно? Это Нейпер. О чем я говорю? Конечно, ты свое слово будешь держать. Ты же у нас образцовый заключенный. Вот было бы печально, если бы они выяснили, что бы ты сделал с тем парнем. Я бы все нарушил, верно? Что ты хочешь, чтобы я сделал? То, в чем ты хорош. Избавляй мир от монстров. У меня для тебя другой есть. Кто это? Насчет деталей не волнуйся. Просто убери мусор, как прежде. И мы будем расчивать, когда. Сегодня ночью тут будет небольшое беспокойство. Все охранники будут заняты. А ты все так же направишься в душевую, и там будете ждать парень. Ну и там сам разберешься по делам. А кто этот парень? Он это заслужил? О, Мерф, ты не понимаешь, насколько он это заслуживает. Я бы сам хотел это сделать. Так что скажешь? Сделаешь? Я бы позабочусь об этом. Мерфи, мать твоя. Поет рожденный свободным. Мерфи, Мерфи. Ты что-то совсем какие-то херовые дела, извиняюсь, творил в этой тюрьме. Ну, первый раз он, похоже, сам попросил, чтобы с этим напиром свели, чтобы он мог ему отплатить. А второй раз он уже, похоже, просто без выхода остался, и его заставляют еще кого-то кончить. Шантажируют его тем, что расскажут все детали. Ну что ж, это проясняет дело. Мерфи-то у нас косячил по полной, оказывается. Добро пожаловать домой. Ненаважно. Мерфи-то у нас, Мерфи. Мы позволим себе их увидеть. Так, ладно. Мы снова в тюрьме. У нас тюремная роба по-новой. Только теперь другого цвета. Убегите из тюрьмы. На пол, я думаю, наступать... Нежелательно. Хорошо. Давайте осваиваться, что ли. Батерая такая тюрьма, надо сказать. Тут что-то в руках. Фонарик у нас нет. Зачем я брал патроны аптечки, если у меня все сердно отняли? Я не знаю, ну ладно. Это кто-то кинул. Так, семь часов в душе. Будь готов. С. Это все. Что-то здесь какой-то рык нехороший. У меня есть такое подозрение, что сейчас я пройду туда, и за мной вот эта вся хренатень развалится, отгородив мне путь назад. Поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас, похоже... А, смотри, что-то есть. Ладно, нам, похоже, сюда все-таки нужно идти. Давайте-то проверим, что у нас там. До конца дойдем. И я надеюсь, что эта балка меня огромная не убьет. Я, говорит, смогу, поэтому переползти на другую сторону. На другую сторону чего, Мерфи? Ого. Я не знаю, куда я иду, но куда-то я иду. Давай, Мерфи, держись вместе, мэн. Капец. Нехилый тут бунт, похоже, был. Да уж. Так, и что мы в итоге? Мы попали на смотровую вышку. Хотя тут вышка, это можно назвать. Но как бы там ни было, давайте осматриваться. Что это нам дает? Куда стул подевал? Так, ладно. Я вообще понятия не имею, не малейшего, куда я иду. Куда-нибудь придем, я думаю. О, топорик, топорик, это хорошо. Топорик одно из лучших оружия введет. Так, сюда, видимо, ключ нужно вставить. А, ключ-карту, понятно. Огнестрел. Это может быть в удобном. Но как мне нужно это открыть? Что-то звук какие-то не особо приятный. Прямо подо мной. Так, психологический отчет. Доктор Вейн. Кто-то, кто-то. Это мужчина. Стальки-то лет от роду. Так. Короче говоря, это характеристика на одного из служащих в данной тюрьме. Люна очень хорошо отзывается. Вернее, это о заключенном об одном. Я сначала подумал, что это об одном из местных служащих. Это... Вставьте код, написано. Где бы мне его еще взять? Там можно повозиться. Я пока... Тебе же оно больше не нужно, верно? Так, ладно. Давайте уже откроем этот код, что ли. Так, ну, давайте тогда сходим. Я не знаю, я думаю, этот код просто нужно было подобрать, на мой взгляд. 1, 2, 3, 4, 5. Но, как показывает практика, это отнюдь не так. Так, это мы не можем. DJ Rix, ты еще тут? Это где-то хрень. Понятно. DJ Rix, я больше не хочу с тобой разговаривать. Так, что мы дальше делаем тогда? Хорошо. Назад хоть и нет, похоже. Но здесь другого спуска нет, так что мне нужно что-то решить как-то с этим сейфом. Я не знаю, а что с ним решать-то? У меня кода никакого нет. Так, сюда. И давайте осмотримся. Ультрафиолетовый уже фонарик у меня нет? Нет. Ну, это понятно. Нафиг тебя. Только с мысли сбиваешь. Ага, понял. Что-то мне похоже опять мозги на бекрень, потому что я как-то, когда подобрал эту карту, я даже не заметил, что я ее подобрал. И сейчас для меня сюрприз был, что она у меня в кармане. Видимо, я ее с того трупа внизу подобрал. Я думал, я с него только фонарик взял. Ну да ладно. Так, перейди волк. Что нам тут могут хорошего дать? Луки-токи, отлично. С кем только связываются? Я что-то один. Патрон отшел ткану. Коствол-то хорошо. Жалко, что я ее сам взять, пока никак не придумал, как, собственно говоря. Стоит он там себе, как непрекаянный. Ухереного возьмешь. Так, ну пошли в крыло Б, посмотрим, что у нас здесь есть. Семь, чья-то камера. Так, подожди. В ящике стола я ничего нет. В ящике стола нет даже. Здесь что-то мне не внушает пол. Как-то довольно-таки ненадежно это все. Вот! Давай-давай, пошел. Вот про то, что я и говорил. Пока что врагов не видать. Это меня радует. Звуков, конечно, всяких полно слышно. Так, что, смоешь, нет? Не хочет. Терьмо-то это западло. Так, ладно. Блин, как темно, а. Детка. Так, другой день. Другое письмо из этой адской дыры. Восемь месяцев с тех пор, как меня заперли. И, похоже, вещи становятся столько хуже. Я знаю несколько крутых парней снаружи. Но никто из них даже близко не приближается к тем уродам, которые находятся здесь. Я говорю о хладнокровных убийцах, насильниках, даже о больных ублюдках, ну, типа, маньяках каких-то. И что самое худшее, это охранники. Я клянусь, они все друг друга стоят. Просто засранцы с бейджиками. Так. Я всегда думал, говорит, что нужно заботиться о том, чтобы тебя тут не изнасиловали, ну, твою задницу. Но никто мне ничего не говорил о том, что здесь такие охранники. Понятно. Я хочу... А, я жду, не дождусь того момента, когда я выберусь отсюда и вернусь к тебе. Осталось 4 месяца. Люблю тебя на веки вечные, веки. Здесь не Мартин. Что это нам дало? Мы сюда ходили за этой запиской? Неужели тут нет какого-нибудь, скажем... Я не знаю. Ничего тут нет. Только, блин, непонятные звуки какие-то. Как будто тут какие-то насекомые ползают за стенами. Так, я обратно смогу без приключений добраться, нет? Похоже, что смогу. Подожди, а тут я ломился в эту дверь? Понятно. Без результатов. Так, ладно. Твою мать, я что-то опять вздрогнул. Я не знаю. Я, похоже, начинаю отвыкать от хорроров, потому что такие вещи меня, скажем, при прохождении края эфира вообще на общем фоне не испугали бы. А здесь же натурально, блин, продрало. До мурашек. А может, просто поменьше надо и в игры такого плана играть ночью. Петрович, тебя тоже посадили? Ой, блин, я забыл, я забыл. Я забыл, как блок. Да, блин, что ты со мной сделал? Петрович, мать твою, за ногу. До свидания. Так, хорошо. Внимание всем заключенным. Не разговаривать во время движения. Идти в один ряд. Останавливаться в конце каждого коридора. Куда идти вообще? Я иду, куда глаза глядят. Сядь. Когда стреляет. Ну, это понятно. Если кто-то пытается убежать, то пулю за него получить никому бы не хотелось. Поэтому лучше сесть. А еще лучше лечь. Понял. Че это такое? Ой, только пускай сейчас за мной эта красная мгла не гонится. Наверняка сейчас опять так будет. Куда я попал? Куда я попал? Опять душевые твои. Че-то эта серия какая-то, надо сказать, жутковатая. Хочу отметить. Мерфи, простить? У тебя должно быть яйца из стали, раз ты просишь меня о прощении. Как я могу простить тебя, когда ты уничтожил все, что у меня было в этом мире? Каждый раз, когда я смотрю на тебя, все, что я вижу, это его лицо. Я всегда просил... Я просил у тебя всего одну вещь. Эта просьба была быть хорошим отцом твоему сыну. Ты подвел меня, Мерфи. Ты подвел меня, ты подвел Чарли. И теперь нет никакой возможности вернуть его назад. Не звони мне, не пиши. Я не хочу тебя больше видеть. Кэрол. Кэрол, ты такая стерва, мать твою, за ногу. Кэрол. Где они это взяли? То есть, очевидно, да, что Чарли-то, он сам по себе пропал в безвести. Хорошо. Есть такие девушки. Все же из тебя вытянут. А ты кто такой? Ох, твою мать! Ох! Офигеть! Ни хрена себе! Это кто такой вообще? У него рожа, кстати, как у того бабайки из амнезии. И это, надо сказать, ни одно, это меня воспоминание не радует совершенно. Блин, а как мне? Мне от него бежать только остается, если он так меня сильно бьет. А у меня скальки ударов четырех положил, да? Не знаю. Петрович-то, на что уж Петровичи-то были сильные, но это, по-моему, просто гораздо, гораздо сильнее. Ну, я думаю, это прекрасный момент завершить эту серию. Следующий будем с ним разбираться. Могу сказать, что игра меня радует, несмотря на то, что... Несмотря ни на что, короче говоря. Я что-то опять начинаю заговаривать. Сегодня я очень уставший. Но, тем не менее, я думаю, что мы уже близки к завершению данной игры. Я думаю, серии 3-4 еще у нас будет. Весь остаток игры, я думаю, мы проведем в этой тюрьме и, наконец, найдем ответы на все вопросы. Я могу сказать, что игра мне нравится. Несмотря на все свои шероховатости, она очень крутая. И даже как-то немножко печально, что она подходит к завершению. Но, тем не менее, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова